Наружные дверные ручки, профиль дверей, стекла боковые на дверях, да сейчас прям! Губу закатайте, пацаны! Это все то же самое! Ребят, всем привет! Ну что, уже довольно-таки давно прошло с момента презентации Шкода Рапид, типа нового поколения. Ну вот он мой дорестайлинговый Рапид. Вот, сейчас покажу здесь фотографию рестайлинга второго. Ну и как он вам? Да, круто! Морду поменяли, круто, не спорю. Что же касается боковой линии автомобиля, то она осталась такой же. Вот сейчас вот здесь вот где-нибудь будет новый Рапид, а вот здесь вот будет мой Рапид. Можно заметить, что двери остались точно такие же, поменялись только передние крылья, задние крылья. Ну и естественно, смотрите, вот мой Рапид, вот такой вот. А вот здесь вот у нас появляется рестайлинговый Рапид, который уже идет в новом стиле Шкоды. Да, безусловно, зад и перед они сделали просто прикольные, не спорю. Но что касается всего остального, вот практически так же выглядит приборная панель первого рестайлинга Шкода Рапид. За исключением вот этой бороды, вот этих, то есть всех воздуховодов. В целом же там осталось все то же самое. И что же они сделали сейчас? Они сделали торпеду в стиле новой Шкоды Октавии. То есть у нас центральные воздуховоды переехали вниз. Ну то есть отсюда воздуховоды переехали вот сюда. Вот примерно вот в этом месте теперь воздуховоды стоят. Здесь у нас будет климат стоять. А здесь нам поставили мультимедиа. Да-да-да, торчащую мультимедиа, которая никуда не прячется, которая выделяется из торпеды. Но честно признаться, ну мне не очень нравятся такие решения. Что касается дверных карт. Дверные карты у нас остались от рестайлингового Рапида. То есть от, простите, от первого рестайлингового Рапида. То есть изначально обшивки были вот такие. Потом стали вот такими. И такими же они и остались. У меня стоит четырех спиц и руль. Это руль от Октавии А7. Что они сделали сейчас с рулем во втором рестайлинге? То есть в штатном исполнении теперь руль идет двухспицевый. Так же как на Октавии нового поколения. Но за дополнительные деньги вы можете поставить сюда трехспицевое рулевое колесо. А что? И на мой взгляд оно выглядит гораздо удачнее, чем двухспицевое новое колесо от Октавии. Ну что же, ребята. А как вы думаете, поставили ли нам новую подвеску? Дали ли нам новую замечательную подвеску? Какую-нибудь там наконец-то переделанную. Без этих низковисящих чашек. Ноу. Ее не дали. Это вся та же старая платформа. Приборная панель. Она осталась старая. Да-да. То есть вы можете купить машину ценой там 900 тысяч. Якобы новую. Замечу. На всех постерах и фотографиях они пишут это Нью Рапид. Нью Рапид. Вот от этого меня конкретно, ребят, бомбит. От того, что просто врут в наглую. Ну какой это Нью Рапид? Это FL2 Рапид. Максимум. Так вот мы получаем приблизительно такую же приборку в начальной комплектации. Ну естественно, вот эти все шкалы будут изменены. От первого фейслифтинга будут стоять. И о боги нам дали цифровую приборку, которую можно поставить в Рапид. В Нью Рапид. За отдельные деньги, естественно. И у вас будет что-то подобие цифрового Аида от Октавии. Блин, вот это вот на самом деле круто. Я просто молюсь, чтобы эта приборка встала на мой Рапид. Если она подойдет, конечно же. Тогда можно будет оставить вот эту штучку. Но это не точно. Какие еще изменения? Да сейчас прям. Губу закатайте, пацаны. Стрекоза. Вот эта вот стрекоза. У нас осталась старого поколения. Что на Октавии на новой, что на Рапиде. Это все то же самое. Наружные дверные ручки, профиль дверей, стекла боковые на дверях. Все от старого Рапида. Ну где же он новый-то? Ну спасибо и на этом, хоть не сделали его меньше. И промелькнула такая информация, парни. Что скорее всего, скорее всего. Ну вот столечко. В Нью-Рапиде в базе будут идти уже светодиодные фары. Ну как светодиодные? Они будут без линз. Просто вот в обычной фаре будет у вас светодиод стоять. Ну практически то же самое, что галоген. Но спасибо и на этом. Мы наконец-то ушли от галогена. И поставили светодиоды. Селектор КПП у нас не поменяется. Что на механике, что на автомате останется тот же самый. Кстати говоря об автомате. Даже складно уже начал говорить. Пробежала такая маленькая информация еще, что 1.4 пока не будет. Будет 1.6 90 лошадей почти такси эдишен. И 110 сильный на автомате. Скорее всего на том же шестиступенчатом, что и стоит сейчас у тебя на твоем Рапиде. Если у тебя Рапид на автомате. И будет ли вообще 1.4 на Рапиде? А если и будет? И будет ли там ДСГ? Или воткнут туда восьмиступенчатый автомат, как на короке это сделали? Жду ли я нового Рапида? Ну жду с той точки зрения, что просто хочется проехаться, пощупать это все своими руками. Парни, чуть не забыл, чуть не забыл. Это свершилось. Может быть они меня все-таки услышали. Кто они? Ну эти. Кто там ВАГ делает? Наконец-то. Прям по недостоверной информации. 14 колес больше не будет в начальной комплектации. Будут идти по штату пятнашки. Слава тебе, Господи. Боже мой. 14 колеса на машине. Ценой в 800 тысяч рублей. Парни, 14. 175. 70. Просто велосипедные колеса на такой машине. Фу, ребят. Спасибо, что выслушали мою бомбежку. Да, это именно такая небольшая бомбежка. После того, как уже основная масса блогеров и ежи с ними рассказали об этой супер новой машине из Skoda Rapid. Фу, блин. Спасибо, что посмотрели этот видос. Не забывайте поставить лайк, подписаться, если еще не подписались. И также жмякнуть по колокольчику. Все, ребята. Огромное всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok